С конца июля спортивные школы и секции возобновили тренировочный процесс, правда с некоторыми оговорками. С целью профилактики заражения коронавирусной инфекцией занятия с ребятами должны проходить на открытом воздухе. Как к новым условиям приспособили славянские спортсмены, смотрите в следующем материале выпуска. Раз, остановить должен меня. Ты не останавливаешься. Вот так остановишься? Нет, давай. Раз, выдох. Славянским спортсменам повезло. В нашем городе созданы отличные условия для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе. Городской стадион, парк в прибрежном сельском поселении, а теперь и Северный парк стали отличными площадками для занятий. Несмотря на то, что работы по благоустройству в Северном парке еще продолжаются, ежедневно на уже обустроенных площадках проходят тренировки. Здесь можно встретить боксеров, баскетболистов, легкоатлетов, волейболистов и просто жителей, придерживающихся здорового образа жизни. Оборудованные площадки, уличные тренажеры, беговые дорожки позволяют проводить тренировки иногда даже эффективней, чем в закрытых спортзалах. Тренируемся ежедневно в утреннее и вечернее время. Пока благоприятные погодные условия. Детям очень нравится, тренировки здесь можно проводить очень разнообразно, и дополнительно поиграть в футбол, баскетбол, провести какие-то эстафеты. В принципе, для тренировочного процесса всего хватает и позволяет погода. О пользе и эффективности тренировок на открытом воздухе говорят и волейболисты. Они также ежедневно приходят в Северный парк, чтобы позаниматься. Здесь преимущество в чем заключается? Во-первых, свежий воздух, песок. Мы занимаемся здесь пляжным волейболом. Дети здесь более активны, больше выполняют технико-тактических действий, чем в классическом волейболе. И, соответственно, навык формируется гораздо быстрее, чем в зале. В Северном парке несколько тренировочных зон, оборудованных всем необходимым. Расположены они на некотором удалении друг от друга, что позволяет спортсменам свободно заниматься и не мешать друг другу. Одним словом, созданы все условия для того, чтобы жители приобщались к здоровому образу жизни. И, беря пример со спортсменов, ежедневно приходили сюда на тренировки. Редактор субтитров А.Семкин Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа События.